Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Неделю назад мы анонсировали три встречи с нашим сегодняшним гостем и анонсировали общую тему, тему революции. Напомню, что этот год, 2017, у нас год юбилейный, мы вспоминаем события 100-летней давности, 1917 год, февральские события, революцию. Ну, а с нашей стороны мы разговариваем о соборе. Тоже достаточно знаковое событие в жизни церкви, собор, поместный собор 1917-1918 годов. И у нас сегодня вновь в гостях отец Максим Кокарев. Здравствуйте, батюшка! Добрый день, это Сергий. Добрый день, дорогие друзья! В прошлую нашу передачу мы поговорили о вашей книге о предсоборном периоде и именно на материале Самарской епархии. А сегодня для наших телезрителей предлагаем побеседовать на тему самого собора, потому что чаще всего именно эти страницы истории, они либо туманные, либо непонятные, либо вообще в принципе закрыты. То есть люди практически незнакомы с периодом советским, с периодом начала XX века, как там жизнь церковная проистекала, на основе чего происходили те или иные события. Вот давайте поговорим о соборе, но естественно не о нем самом сначала, а вообще о том, почему вдруг за достаточно длинный период истории именно русской церкви собор 1917-1918 года празднуется как нечто особое и знаковое. То есть по какой причине? Ну дело в том, что действительно переоценить роль вот этого события, конечно, очень сложно. Дело в том, что это был первый собор за не одно столетие. Дело в том, что у нас установившаяся со времен императора Петра I система церковно-государственных взаимоотношений была очень своеобразной. Она не предусматривала широкой такой соборности. И вообще надо сказать, что Петр Алексеевич, он пытался у нас, ну как мне кажется, да, перенести на нашу почву тот образец церковно-государственных взаимоотношений, который был ему близок, с которым он познакомился в Европе. Все страны, которые он посещал, там даже Голландия, Англия, там глава государства прекрасно одновременно глава церкви. И нет никакой оппозиции. И он прекрасно помнил историю своего отца и патриарха Никона. Думаю, что он никак не хотел, чтобы, намечая курс серьезных преобразований в российском государстве, ломки просто очень многих вещей, практически через колено, ему очень не хотелось, чтобы кто-то ему тут еще как-то вставлял, как ему казалось, палки в колеса. И какой-то другой центр власти, которым был патриарх всегда, и вот поэтому были такие конфликтные ситуации в 17 веке, ему это было совершенно не нужно. Тем более, что он успел даже застать уже сам, будучи молодым царем, последний патриарх Адриан уже приходил к нему, уговаривал там Стрельцов, помиловаясь. Ну, в общем, как-то, как ему казалось, вмешивался. Ну, может быть, немножечко для наших телезрителей, потому что не думаю, что все замечательно разбираются в истории. Напомним историю Алексея Михайловича и патриарха Никона. Что конкретно видел Петр Первый, еще будучи царевичем? Ну, по возрасту он видит события середины, это были 50-е годы, он видит не застал, наверное, но он хорошо знал, прекрасно, да, эту историю. То есть, когда, ну, патриарх стал в какой-то момент таким сравнимым с царем, таким центром власти. И нам сейчас, ну, сложно однозначно говорить, насколько были великие претензии самого Никона, но царю это видел действительно как соперничество. И некоторые вещи, которые Никон делал, действительно были некоторые претензии на такой вот вариант, папский вариант, только у нас на восточную почву, да, потому что духовная власть выше светской, и вот он какие-то позиции занимал порой. Тем более, что очень часто царь был в отлучке, был на войне, так сказать, как раз в Украине. И Никон вообще оставался за старшего государства, и вот, то есть, конфликт там назовел. Понятно, что его не любили бояре, не любил окружение царя, потому что вот с ними он вообще не церемонился, скажем так. Вот, и, ну, то есть, независимая, чересчур, как могло показаться Петру, церковная власть ему была, ну, никак точно не нужна. И он упраздняет патриаршество. Сначала там был период умер, когда патриарх Адриан, своей смертью, Петр просто не дает, скажем так, возможности избирать нового патриарха. Там было цело 20 лет местоблюстительства. А потом учреждается Синод, выходит в 1721 году духовный регламент, документ, согласно которому управляет церковью Синод из архиереев, в котором есть представитель государя, оберпрокурор. Причем сначала, еще в 18 веке, этот человек там не такую большую роль играл, ну, прям, чем, скажем, десятилетиям, наверное, чем дальше, скажем, новым правлением, скажем, новым императором или императрицей, вот настоящую, скажем так, власть в церковь получал этот советский человек. При Александре Первом это уже абсолютно факт. Там Голлисон был такой замечательный, оберпрокурор, который тоже в церковь управлялся, то есть абсолютно сам. Там, достаточно вспомнить при Николае Первом, оберпрокурор Протасово, кавалерийского генерала, про которого метаполит Филарет Дроздов говорил, что, так, деликатно очень, что его шпоры цепляются за мою рясу, так сказать, ну, в общем, не дают, да, свободно. Поэтому церковь существовала в условиях таких очень тесной, тесного сращивания с государством, в общем, не по своей, вот, не она сама в эти объятия церковь так и напросилась, вот, но вот, как сложившийся факт. И эти 200 с лишним лет синодального периода, если мы сейчас абстрагируемся от, вот, может быть, даже церковно-государственных отношений, для самой церкви, внутри нее, что происходило, они бы действительно, ну, привели к определенной деформации. Мы не можем рассуждать так вот легко с позицией сослагательного наклонения. Если было бы по-другому, мы не можем сказать, было бы лучше в церкви. Может быть, многие проблемы такие же были бы, вот, но, по крайней мере, было бы такой, скажем так, возможность, может быть, для церкви решать их самостоятельно. А так, действительно, церковь, вот, на начало, вот, там, предсоборный период, к чему мы пришли, к собору, с чем? Мы пришли к тому, что церковь, действительно, тяготилась этой опекой государства. И, ну, была внутренняя потребность, внутренние запросы церкви на такое самоуправление. На хотя бы, там, не многие говорили о, там, радикальном отделении от государства. Было сложно помыслить, там, в условиях императорской России. Но некую свободу, конечно, ее ждали, ее чаяли, ее хотели. И, особенно, это, ну, до пятого года, опять-таки, об этом говорили, может быть, осторожно, после пятого начинается уже настоящая подготовка к собору. А хотели все, на всех уровнях в церкви? Миряне тоже хотели этой автономии? Ну, вы понимаете, по-своему, скажем так, наверное, да. То есть, по-своему понимая, то есть, был запрос, особенно вот в таком, в общем подъеме после пятого года, особенно, ну, там, демократизации, условно говоря, общества, конечно, такой запрос на участие в церковных делах, он был. Ну, понятно, у нас люди были православные, они понимали границы, скажем так, этого участия. То есть, в хозяйственных делах церкви, все, не в учительных, в первую очередь. Но, надо сказать, что здесь были, конечно, и перегибы. То есть, вот как раз вот этот дух такой радикального, радикальной демократизации, то, что проповедовали, там, партии Левого толка, он тоже заражал. И постепенно появлялось такое явление, ну, даже церемонт такой появился потом, церковный большевизм. То есть, когда, да, когда миряне захватывали власть в церкви, это было же, правда, после февраля 1917-го, до этого, конечно, до этого не было условий. А после февраля такие перегибы были, когда дух собирался приход, и выгоняли священника, допустим. То есть, ну, не люб-то нам. А вообще, вот, миряне на себе в чем ощущали вот эту вот железную руку оберпрокурора Синода? Лично миряне? Да, то есть, ну, понятно, епископ, вот мы говорили об этом в прошлой передаче, там, постоянно их снимали, переводили. Снимали, и вообще у них полномочия были достаточно ограничены. То есть, епископ, вот, очень многие вещи, что для нас является абсолютно естественным, он не мог сделать сам. Ну, мы сейчас там сложно представить, что епископ не мог у себя в епархии открыть новый приход. А он не мог. То есть, только через Синод. Вот. Он не мог уже в существующем приходит дать туда второго священника. Потому что это средства, это, как говорится, жалование, тоже только через... Там, Штаты, все эти вот, все, что касалось, не дай бог, особенно все, что касалось денег, это только через Синод. Вот. Или на какие-то изысканные местные средства. То есть, что касается... То есть, эта система, она, понимаете, то есть, каждый по-своему, конечно, ощущал. Понятно. Лично об опер-прокуроре, там, миряне, простые крестьяне, не знать могли ничего. Но вот сама система была, скажем так, выстроена следующим образом, что, ну, допустим, миряне ощущали даже не лично, наверное, скажем так, руку опер-прокурора, а вот то неуловимое ощущение, что церковь утрачивала свой авторитет. И когда мы смотрим на большевистские, ранне-большевистские, допустим, карикатуры, плакаты какие-то, где вот в одну телегу впряжены священник, значит, полицейский, с шашкой, или кулак какой-нибудь такой, такая троица такая, а там царь сидит, да, там на этой, ну, такие, достаточно известные. Оно все, конечно, выглядит весело. Вот. Но доля, правда, в этом все-таки есть. То есть, за счет того, что церковь была частью государственного аппарата, скажем честно, даже был такой термин, не самый приятный, ведомство православного исповедания. То есть, появляется в 19 веке термин ведомство православного исповедания, и более того, он становится официальным. То есть, все бумаги церковные, там стоял штемпель, ВПИ, ведомство православного исповедания. Ну, это звучит вообще, то есть, православное исповедание становится ведомством. Ну, конечно. Язык канцелярский и сущность. И поэтому человек простой смотрел на церковь, к сожалению, как на часть государственного аппарата. Священник мог говорить прекрасные вещи, правильные проповеди, замечательные. Но крестьянин так с хитрецой смотрел на него, говори-говори, батюшка, тебе же положено. Ты же жаловник получаешь. То есть вот от государства, собственно, получалось жаловник. Пусть небольшой, пусть не все, но сам факт того, что люди это знали, что да, там, то есть духовенство получает жаловник, как и другие, как чиновники, как кто-то еще. Это тоже был очень честный факт. Многое зависело, конечно, от личных отношений. То есть и священник мог быть замечательным, у него все было с права, нормально. Но в целом ощущение, конечно, такое, что священник занимается службой. Не столько божьей, сколько государевой. Потому что на церковь были возложены многие вещи, действительно, государственные. У нас не было ЗАГСов. У нас это все делала церковь. И не просто фиксировало рождение, крещение, венчание, смерть, но и такие вещи, например, насколько ревностный человек исполняет свои религиозные обязанности. То есть были специальные бумаги, которые каждый священник должен был обязан ввести и заполнять. В котором он отмечал, что семейства крестьяне такого-то в этом году не было. В исповеди святого причастия. И фактически эти документы могли становиться материалом для разбирательства. То есть если человек по многу лет манкировал своими религиозными обязанностями, не исполнял, как тогда говорили, христианский долг, но в общем считали, что, наверное, он или все, кто попал. Благо у нас и своих было много. Не надо было даже заезжих завозить. У нас были холостые, молока, никто угодно. Ну, в общем, к человеку были вопросы, и составляя сводные ведомости, священник просто писал у него там три года небывшего причастия и список фамилий. И подавал все это, собственно, в консисторию. То есть это воспринималось в каком-то смысле как полицейские функции. Может быть, не самые, так сказать, ярко выраженные, но, в общем, так вычислять, например, еще в 19 веке, это был один из способов вычисления тайных раскольников, то есть старообрядцев, которые, в общем-то, у нас были явные, кто официально о себе говорили и состояли в реестрах, так сказать, да, официальных раскольников, а были тайные или потайные раскольники, которые могли для виду числиться православные, вот их вычислили. Они числиться-числились, но прещаться они не могли, естественно, в православной церкви, у них был какой-то барьер определенный. И по этим спискам, то есть в своих интересах государство, конечно, это могло использоваться. И вот люди ощущали, мне кажется, вот самые неприятные вещи, с точки зрения простых мер, в том, что не было полного доверия церкви, абсолютного, потому что зачастую священник воспринимался как, не всегда, еще раз подчихну, я не утрирую, не всеми, были замечательные пастыри, которые никак не давали повод запозрить себя в каких-то полицейских или административно-репрессивных каких-то функциях, но в целом система была таковой, что, ну, христианин мог смотреть на священника и говорить, ну, ты, батюшка, говори, говори там. То есть мы все равно делим все на некто. Он мог выходить искренне, не по приказу, а искренне объяснять, что не надо грабить барские усадьбы, что это, с христианской точки зрения, это неправильно, это насилие, это, так сказать, призыватель, а христианин воспринимался как то, что, ну, ему же надо так говорить, это же, собственно говоря. Соцзаказ. Конечно, конечно. Тем более, что в каком-то смысле это действовало действительно так, то есть когда у нас начались ограниченные беспорядки, и, кстати, в своей книге, там, этот документ есть во вклейке, разосанный по всем епархиям от Синода образец речи на усмирение, то есть ограниченных беспорядков от 1902 года, там прям текст, там, братья и сестры, вот, Господь нам говорит, что вот собственность, это неприкасаемо, там, и такое вот. То есть их священники зачитывали, уж там с какой долей искренности это зачитывалось, это отдельный вопрос, но они, это была обязанность как бы уговаривать паству, да, не поддаваться вот этим провокациям тех, кто приходили, давайте, значит, мы сейчас, теперь оно все общее, сейчас мы, значит, разберем лес, там, значит, распашем земли, помещище, допустим, еще что-то, вот, то есть, а все эти уговоры, конечно, на все эти уговоры крестьянин смотрел так, значит, с прищуром. И вот 17-й год, и вот вдруг в какой-то момент ослабляется, ну, понятное дело, по каким причинам, да, свержена власть, вот, тот же самый сенот утрачивает определенную силу, и созывается собор. Какова повестка собора 17-го года? Ну, повестка собора глобальна, то есть там реформирование, скажем так, основ существования церкви от самого верху до самого низу, до приходского уровня. То есть, на самом деле, какие-то изменения требовались во всех сферах. Это не вот просто там ввести патриаршество заново, и все, остановиться на этом. Или не просто упразднить фигуру оперпрокурора с синода убрать, а сделать управление более церковным, не связанным с государством. Это понятно, что это стояло на повестке дня, то есть там это просто очень много слоев. И когда собор, как бы, готовился, а он готовился сам уже, прям вот, реальный созыв, он готовился после февраля, летом 17-го года, был предсоборный совет, и он наметил основные, он очень интенсивно такой действовал. Там три секции, по-моему, было, да? Больше, больше, да. Там вот по всем темам. И в конечном итоге, когда эти были намечены направления, когда собор созвали, в соборе выделилось 22 отдела, то есть тематических. То есть столько было важных тем. Они были, конечно, разные по степени важности. Был, например, отдел о делах церкви в Закавказье. Ну, было интересно, в общем, понятно. В первую очередь, решение тем, кто вот имеет к этому отношению. А были, конечно, самые важные, это вот первый был отдел-то. Это был отдел о центральном церковном управлении, высшем церковном управлении. Тот отдел, которым я сейчас до недавнего времени занимался и готовил к изданию документы этого отдела, это отдел о епархиальном управлении, тоже очень важный. И очень такой, баталии, происходившие там, были очень такими горячими, скажем так, дискуссиями. Приходской отдел очень важный. Вот сейчас должен выйти том с документом приходского отдела чуть раньше, чем мой, чем епархиальный. Отдел о церковном суде и так далее. То есть, вот все фактически, скажем так, пересмотру на более канонических, скажем так, основаниях, в принципе, подлежали, ну, все сферы жизни. Был отдел о преподавании, о циклонах и прикольных школах, был отдел там о законе, хотя законе преподавания закона Божьего, хотя некоторые отделы, они создавались, но это все-таки надо понимать, был август 17-го, когда собор открывался на Успение. Еще было непонятно, что ждет дальше, впереди эти отделы, например, отдел о циклонах и прикольных школах, в принципе, его существование уже, он был, но актуальности он такой не имел, потому что циклоны и прикольные школы еще раньше временным правительством, еще в июне, были изъяты из циклонного ведения. То есть, такой удар в спину, сказать, то правительство, которое церковь сначала с радостью приветствовала, что-то оно принесет свободу церкви, да, но стало через несколько месяцев понятно, что вот оно, назвать его очень благожелательным по отношению к церкви, это оно себе на уме, у него свои интересы. И вот летом вдруг грянул гром первый, еще до собора у церкви отняли всю эту систему, которая с такой, можно сказать, энергией создавала Константин Петрович Победон и после него. То есть, это тысячи школ, которые постарались, одним рост человеком первая были, переданы в Министерство народного просвещения. Конечно, для церкви это был удар неожиданный, они пытались это оспорить, на соборе это активно обсуждали, посылали петиции, посылали делегации, но, в общем, все, никто бы назад это, конечно, не вернул. И для них постепенно становилось ясно к концу собора, что уже в этом направлении ничего не сделаешь. Тем более, там же большевики причекли, все еще стало интереснее, то есть, если уж с временным правительством не удалось так договориться в некоторых вопросах. То есть, некоторые отделы, они уже утратили актуальность, то есть, это было не сразу понятно, то есть, нам сейчас легко оценивать, сто лет прошло, мы все видим, как куда повернулось, как вышло. А надо понимать, что люди, когда жили там и тогда, они находились в определенной растерянности, тоже надо понимать, что совершенно все по-новому начинает выставиться. И точно предположить, никто не мог, никто не мог предположить, вот, с точностью спрогнозировать приход большевиков к власти. И именно, вот, ту политику, которая начнется после октября, и для многих это было шоком, конечно. Вот, но некоторые отделы, они никак не утрачивали актуальность, но понятно, что епархиальное управление всегда будут, епархия всегда будет, это обязательно. То есть, в основном, конечно, такие глобальные темы, это высшее церковное управление, епархиальное управление, жизнь прихода и существование, и, скажем так, функционирование прихода. Вот вся вот эта вертикаль, скажем так, того, как устроена церковь, это все обсуждалось, этому всему были посвящены отдельные, самые многолюдные. В собор, ведь, записывали пожелание, в отделы собора. И там можно посмотреть, какие темы вызывали больше интерес. То есть, вот, как раз, вот, епархиальный отдел был один из самых многолюдных, там, приходской. Ну, какие-то отделы, там, смотришь, отдел о церковной жизни в Закавказе, там, представить, там, в него собрались представители епархии, которые имеют отношение к этому, значит, к каким-то образом, кому это интересно. То есть, он не очень, скажем так. Или какие-то отделы, там, был отдел, там, о взаимоотношениях, там, со старообрядцами, о решении старообрядческого вопроса тоже. очень наболевшего церкви, и вопрос единоверия, вот этого переходной формы между старообрядцами, то есть православной старого обряда, который не выходит из церкви, если кто, не все, может быть, из наших слушателей знают, то единоверие — такая форма, при которой человек исповедует старые обряды, использует, двоеперстия и все остальное, но при этом является, не выпадает в раскол, является чадом церкви. И вот это такое своеобразное. И вот тоже были обсуждения, потому что единоверцы хотели свой епископат. То есть у них священники были, которые служили по старым обрядам, епископов не было. И как бы у них своя была повестка дня, они хотели от этих перемен... То есть каждый от этих перемен грядущих хотел каких-то своих, может быть. У нас неумолимо время подходит к концу, но еще есть время, и все-таки главной целью созыва собора было что? То есть повестка понятна, результаты тоже нам некоторые понятны, ясны, да? Патриаршество вновь возвращается, и патриархом становится святой человек, прославленный в лике святых, святитель Тихон. Ну а главная цель. То есть чего хотели... Там же удивительно, и были и миряне, и представители университетов на этом соборе. Состав удивительный. И вообще в какой-то момент, когда вся остальная власть рушилась, по-настоящему наиболее представительным органом в стране был этот орган. Когда разогнали учредительное собрание, вот весь цвет, скажем так, интеллигенции, был собран там. И это действительно удивительный опыт. Это опыт восстановления соборности. Достаточно посмотреть, как это... Ведь туда людей... Небольшую часть люди туда попали по назначению, по должности. Это епископы, все епархиальные, естественно, и еще небольшой ряд людей. Остальные были выбраны. То есть епархии выбирали полноценные, на самом деле, трехступенчатые выборы. Приход собирался, выбирал одного делегата, тот ехал на благочинническое уже собрание, там выбирали одного делегата, тот ехал в губернский город на епархиальное собрание. И там уже епархиальное собрание выбирало в Москву, посылало еще двух клириков, трех мирян. То есть вот мирян-то было больше всего. Если численно мы посмотрим, то из 564 человек 299, практически 300, это были миряне. Это чуть больше было. Вот. Это и представители, не только университетов, там были квоты, были представители от армии и флота, совершенно простые, такие, в разных званиях, попроще, постарше. Были целые фракции, скажем так, из простых мирян вырубаны, крестьяне, там как-то они вместе, так сказать, группировались. Было не так много людей, что называется, отцахи. В основном миряне, это были учителя, были чиновники разные. Ну, действительно, это срез абсолютный. И вот здесь важен как раз именно этот процесс восстановления соборности. Ведь они, то, что они один раз собрали в 17-м, они, естественно, позиционировали как постоянный уже орган. И, то есть, изменение управления даже высшего церковного выражалось не только в том, чтобы патриарха избрали. Патриарх, это, ну, как примус интерпарус, первый среди равных, в общем-то, да, и у него такая вот представительская функция и функция на время между соборами возглавляет церковь. То есть, главным-то было как раз вся система высшего управления выстроенной. Во главе церкви, это было прописано, стоит поместный собор, а вот, скажем так, во время между он должен собираться с разной периодичностью, это не обязательно там, вообще желательно раз в год, конечно, по идее. Вот. А вот между собором управляют сенот, высший церковный совет, еще такой интересный орган появился, и патриарх. И вот самые важные дела решались не отдельно сенотом, и не отдельно патриархом, и не отдельно высшим церковным советом. У меня вот сейчас на руках есть интересные документы, мне тоже переслали для работы, журналы, протоколы совместного заседания патриарх плюс сенот плюс высший церковный совет. То есть самые важные дела поступали в основном, и все собирались, то есть чем отличались функции? Сенот, он скорее по духовным делам, а высший церковный совет по хозяйственным делам церкви. Там миряне тоже были, там канонисты, правоведы, так сказать, юристы. Вот. Их самые важные дела осуществлялись, под председателем патриарха заправился и сенот, то есть епископы, и высший ВЦС, высший церковный совет. Единственное, что ситуация с нами была такая, что воплотить это в жизнь, эту очень такую важную, так сказать, схему, не до конца удалось, хотя еще пока, так сказать, была возможность, в 19-м они заседали все вместе пока, а потом все больше, кого-то посадили, кого-то, кто-то оказался отрезан на белых территориях, то есть все это, вот, к сожалению, не удалось воплотить все. Поэтому собор, это очень важный момент, но это собор таких, трагический собор, невоплощенных решений очень многих. Ну вот и на таком многоточии мы сегодня простимся. В следующий раз, в следующий вторник мы с вами встретимся и поговорим вот об этой самой соборности. Что ждали и что в конечном итоге мы сейчас имеем. Может быть, ну, для некоторого сравнения, есть ли эта самая соборность, по крайней мере, на уровне общинно-приходской жизни. Спасибо, отец Максим. Ну, а с вами мы, дорогие друзья, прощаемся. До свидания. Храни вас всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok